АвтоВАЗ сформулировал новую индустриальную стратегию. То есть, наконец определился, какие модели на каких площадках и в каком количестве нужно выпускать. И первым пунктом этой программы значится перенос Весты из Ижевска на основную площадку. Притом не на третью линию главного конвейера, как мы предполагали ранее, а на линию B0, где прежде выпускались Ларгусы, X-Ray, Сандеро и Логаны. Официальная причина переезда — в необходимости выпуска большого количества Вест. Дескать, 230-тысячной мощности Ижевского завода будет недостаточно, когда российский авторынок выйдет из глубокой комы. Поэтому, по факту, автогигант сейчас всего лишь активирует режим экономии. Смена сборочной площадки позволит минимизировать логистические расходы — ведь силовые агрегаты, детали шасси и многое другое приходилось возить из Тольятти. Теперь этот поток развернут. В Ижевске останутся штамповка стали, формовка пластика и некоторые другие производства. Не станут разбирать сварочный комплекс и конвейерную линию. Хотя сварочные кондукторы и некоторое специализированное оборудование придётся перенести — ведь варить кузова из отштампованных в Ижевске деталей теперь будут на новом месте прописки — в Тольятти. По официальной версии, принудительных сокращений работников в Удмуртии не будет. Но будут всевозможные программы, чтобы персонал уходил добровольно. Из 3200 человек должно остаться всего полторы. Рестарт производства флагманской модели запланирован на начало весны следующего года. Притом машинам, очевидно, придётся измениться. В нынешней версии рестайлинговой «Весты» достаточно много компонентов из ассортимента Renault. В свою очередь новой профессией завода «Латый Жевск» станет производство электромобилей. А точнее, аккумуляторных «Ларгусов», над созданием которых сейчас работает команда инженеров под руководством авторитетнейшего Олега Груненкова. Уже готов концепт грядущей машины. Правда, в привычном понимании концепт — это всё-таки полноразмерная вещь. Статичный или ходовой макет. Но «Лады» показала скорее идею, жизнеспособность которой подтверждал разрезанный кузов. В этом кузове можно было рассмотреть стяговый мотор, установленный вместо коробки передач, а также блоки аккумуляторов, расположенные под задним сиденьем и в моторном отсеке. Но до финальной конфигурации ещё слишком далеко. Только представьте, пока не определены ни поставщик электромоторов, ни разновидность батареи. На макете установлен никель-марганец-кобальтовый аккумулятор, но рассматривается также литий-железо-фосфатный. Соответственно, и сроки появления «Иларгуса» сейчас предсказывать слишком рано. Ведь даже тестовые экземпляры новинки удастся собрать не раньше 2023 года.